Добрый вечер! Я очень рад, что мы снова встретились после перерыва. Я извиняюсь за то, что мы сегодня начали немножко позже и урок сегодня будет немножко короче. Я надеюсь исправиться к следующему разу. Мы продолжаем нашу тему Тора и наука. И сегодня мы затронем отношение Рава к законам Хамураби. Я скажу пару слов для тех, кто не совсем в курсе, про что речь. Есть такая наука, называется ашурология. Даже не очень знаю, как это на иврите. Это когда расшифровали клинопись. И одно из вещей, это произошло еще при жизни Рава, где-то в 20-х годах, если я не ошибаюсь. Может быть, даже раньше прошлого века. И часть того, что нашли, это были законы царя Хамураби. Соответственно, то, что нашли в законах царя Хамураби, там были вещи очень похожие на то, что написано в Торе. Глаз за глаз, зуб за зуб, если там, не знаю, там, бык человека будет бодать, быка соседа своего, нужно заплатить столько-то и столько-то. Очень похожие законы на то, что у нас написано в главе законы Мишпатием Вторе. И это смутило многих людей. Этим, конечно, воспользовалась также волна неверия. Каким образом? Было сказано, что, ну вот смотрите, это первоисточник. Мы это датируем как источник, который до Торы. Соответственно, Тора пришла и под кальку это дело все переписала. Вот мы нашли источник, первый источник, на котором базируется Тора. Тора немножко это изменила. Но вот мы нашли первоисточник. Соответственно, Тора, это, в общем-то, вот у нас есть эволюционный процесс Торы. Вот были с первозакона Хамураби, евреи их увидели, им понравилось, значит, они с этого дела переписались. Ну, как-то так. Какие попытки борьбы с этим я знаю. Я сразу скажу, что я не знаю много. То, что мне известно, попытки борьбы с законами Хамураби сводятся в основном к спору по поводу хронологии. Есть попытки сказать, не-не-не, вы что, вы, что вы. Давайте будем датировать эту клинопись не раньше Тора, а позже Тора. И тогда у нас все сойдет. После того, как мы посмотрим, что Равко говорит по этому поводу, я добавлю еще одно замечание от Равширки. А если не добавлю, вы мне напомните, я добавлю. Итак, с вашего позволения, давайте приступим к тексту. Значит, Рав здесь разбирает. Какие-то основные вещи, которые послужили основой для отхода от религии, которые, в общем-то, как-то нам кажется или мы считаем, что они противоволечат религии и являются какой-то основой того, что религия это не верна и как Рав к этому относится. Я обязан тут сделать еще одно предисловие. Я перевел здесь практически с середины того отрыва, который я хотел нам дать. Но я хочу сперва обязательно сказать, что Рав говорит, что основная реальная основа, на которой строится неверие, это основа моральная. Когда либо религиозные люди себя ведут неподобающим образом, либо мы видим, что там по законам Тора и так далее, это как-то противоречит морали. Но единственная настоящая основа отрицания Тора или неверия – это основа моральная. Все остальное, в общем-то, это несерьезное, это на основе. Но тем не менее, Рав нам показывает, как он борется, как он относится ко всему остальному. Но я еще раз повторяю, основа неверия, по крайней мере, в нашем поколении. То, на что он все это стоит, это обязательно основа моральная. Такие моральные таноты, это моральные, как это сказать, помогите мне с переводом, это моральные претензии к религии или к религиозным людям и так далее. Или кто? И с этим, соответственно, нужно себя ввести как-то людьми, это в первую очередь. И уже, соответственно, Тору тоже чуть глубже. Итак, вот теперь давайте перейдем к тексту с вашего позволения. Единственное, что я хочу попросить, не подглядывайте вперед, давайте читать вместе со мной. И также, когда появилась ашурология в мире, открылась, были открытия, найдены и расшифрованы, в том числе эти законы Хамураби, и смутило сердца схожестью, которая обнаружила еще недоказанными предположениями между нашей Святой Торой и тем, что было обнаружено в кринописи, в законах Хамураби эти самые, в виде морали и действиями. Есть ли в этом смущение сердец хотя бы небольшая разумная основа? Расноемся здесь на лепутку. Да, то есть Раф уже здесь говорит, что на его время это было недоказанное предположение. Я думаю, Раф здесь говорит именно про датировку. Ученые считают, что датировка раньше датировки Тора. И вообще, что такой перевод, расшифровка, она вообще правильная. Да, это, Раф говорит, это еще не доказанное. Хорошо, но он на этом не останавливается. Он говорит, допустим, что это доказано. А есть ли в этом какая-то основа? Давайте мы теперь зададим это вот так вот, спросим себя вопросом. Окей. Вот мы нашли клинописные таблички, которые нам рассказывают про законы, которые схожи с законами Тора или даже ее повторяют. Мы знаем, что неверие на этом построила себе подмостки с тем, чтобы вот, видите, это первоисточник ТОР. А как это можно еще интерпретировать? Что бы мы сказали? Окей, вот мы нашли сейчас, это реально исторически, мы говорим, это датировка до Тора, раньше Тора. Вот такие законы, которые схожи с законами Тора. Как мы это можем интерпретировать? Пожалуйста, что, кто хочет сказать, у кого есть какие мысли? Давайте это скажем до того, как мы прочитаем, что нам Раф предлагает. Ну, то есть, как бы, идею библейской критики я озвучил. А есть ли еще какие-то вот варианты? У меня есть вариант. Угу, пожалуйста. У меня есть вариант. Я, например, считаю, что это как раз все подтверждает. Потому что нужно смотреть не на то, в чем они одинаковые, а в чем они разные. Вот. И я так думаю, что именно эта разность и есть идолопоклонство суть. В этом и есть отход евреев от Египта. Для меня все сложилось. Отлично. Я очень удобно так как-то подумала. Отлично, Виктория. Очень здорово. Я отнесусь в конце к тому, что вы сказали, потому что это очень важно. То есть, то, что говорит Виктория, даже если не углубляться. Если не углубляться. Мы можем сказать, окей, можно построить идеологию неверия. А можно не напрягаться. Хорошо. Есть еще какие-то идеи, как мы можем интерпретировать такую вот находку? Ну, я должен сказать, конечно, что идея Виктории, во-первых, мне очень понравилась. Во-вторых, она хорошая и правильная. И очень близко к тому замечанию от Рафшерки, которое я хотел сказать в конце. Так что напомните мне, чтобы я не забыл. Итак, давай теперь посмотрим, что скажет нам Рафкук. Рафкук нам скажет, кстати, очень близко к тому, что нам сказала Виктория. Итак. Есть ли в этом смущение сердец? Хотя бы небольшая разумная служба. Раф начинает отвечать. Разве не всем известно, что были среди древних знающие Бога пророки и великие духа Мефусаил, Метушеллах, Ханох, Шем и Эвер и другие? И возможно ли, чтобы они совсем не повлияли на своих современников? Несмотря на то, что Ихулия не получила признание, как у Итана Израхи, нашего прадца Авраама. Так, остановимся здесь. Что Раф говорит? По нашей традиции мы знаем, что до Авраама, нашего прадца, были в мире праведники. Раф говорит, возможно ли, чтобы они это самое прошли, как здесь у нас говорят на иврите, под радаром. Совсем не оставили о себе никакой памяти, не оставили никакого следа о себе. Никак не повлияли на своих современников. Мы можем сказать, да, конечно, возможно. В Торе же про них практически ничего не написано. Вот про Авраама написано много. Да, Раф, согласен. Несмотря на то, что они не оставили после себя такого следа, как от Авраама. И Тора не уделяет и не рассказывает нам вообще о их деяниях, а про Авраама, она посвящает им очень много места. Тем не менее, можем ли мы логически предположить, что они совершенно никак не влияли на свое поколение? Раф говорит, это нелогично. Нам более логично сказать, что они там влияли. И тогда что? И как возможно, чтобы не было совсем никакого влияния на их поколение? И они же обязаны быть похожими на то, что написано в Торе. Это уже интересно. Раф говорит наоборот. Да, конечно. Это безусловно у нас есть. И действительно мы согласны с утверждением, назовем это библейской критики, что это предыдущая версия Тора. Да, конечно. С этим нет никакой проблемы. То есть, конечно, не Торы, но их учение, как праведников, знающих Бога, которое, конечно, было, должно быть похоже на то, что евреи получили на горе Синай Тор. То есть, это похожесть у нас в устах Рава Кука получается сейчас не мечом воевать с религией, а наоборот, как сказала Виктория, хорошо, основой для религии. Теперь, к большому сожалению, последнее предложение, которое я не перевел, но важно, я просто не хотел вас мучить еще и дергать, чтобы вы там ждали, пока я это переведу. Значит, сейчас прочитаю это на иврите и переведу на русский. Давайте еще одно предложение, которое тоже нам важно. Так, текст. Итак. Убинян димой мася. А можно заметить что-то? Я не знаю. Да, конечно, Нехан. Дело в том, что вот эти... Я предположение, что именно сам Хамураби был такой большой праведник. Просто в его кодексе какие-то тени или остатки от учения тех праведников, которые были в его времени. Потому что, если посмотреть на то, что он пишет, он не представляется таким уже близким к Таре. Я согласен полностью с тем, что вы говорите, конечно. И также это то, что сказала Виктория. Надо смотреть на разницу, а не на схожесть между Торой. И мы еще посмотрим немножко на разницу. Безусловно. Но есть, но есть в глаза схожие. Праллели, да, похожие. То, что вы сказали, это абсолютно верно. Хамураби, он не праведник. Но эти законы могли остаться как... В общем, как... Это уточнение. От праведников осталось влияние. Соответственно, цари начали этим пользоваться. Это распространенность как-то. Конечно, конечно, да, на хам. Именно так. Безусловно. Мы... Так, давайте вернемся на шер. Итак. Здесь Раб немножко нам взрывает бомбочку. Итак. А по поводу того, что у нас схожи, у нас есть схожесть, да, в законах, видимо, Маосимы, видимо, законы между Торой и, значит, законами Хамураби. Нам известно еще и со слов Рамбова и до него в словах наших мудрецов, что пророчество, оно идет по природе человека и по уровню развития поколения. И также пророчество у нас, допустим, сильно меняется от самого человека. У одного пророка пророчество имеет такой сигнон, как это, на хама, помогите мне, такую форму, такой стиль. Да, у другого человека другой стиль, да, то есть мы видим, что в пророчестве меняется у них стиль от человека. Соответственно, также оно меняется, оно зависит от уровня развития, в том числе, конечно, морального в основном и поколения. Так, хорошо. И что еще? И какая его задача пророчества? Задача пророчества – поднять человека. А что такое поднять? Это основываться на том, что есть, искать на этом опорные точки и тянуть вверх. То есть пророчество не приходит с голого листа на человеке. Оно начинает с существующего человека, ну, человечества, и ищет на нем опорные точки, которые уже есть, и снег вытягивает его вверх. Как это наявите? А под божественным сопровождением, божественным словом мы должны поднять человеческую слушательство, которое уже задано. Потому что, Рав здесь цитирует, нам не даны заповеди, а только для того, чтобы улучшить создание поэта. Вещи. Вот теперь Рав говорит для меня, по крайней мере, очень интересную и абсолютно новую вещь. Поэтому вещи, которые Тора увидела в природе или в обычаях человека, в которых она увидела возможность присоединить их к... Поднять их к вечно развивающейся уровне, поднять их на уровень морали, которая вечно и развивающаяся, она это сделала. То есть, ты тоже... Это подход, который очень хорошо идет после того, что мы сказали, но он достаточно странен нам, если мы этого не скажем. Рав говорит такую вещь. Тора приходит, смотрит, как люди себя ведут. Такие у них есть обычаи. Обычные обычаи, как они там себя ведут. И говорит, ага, вот это вот мы можем присоединить, это немножко подкорректировать и можем это присоединить к нам, к... Это у нас будет моральный какой-то подъем, вечный и бесконечный. Отлично, я на это берусь. Я сейчас, как это, буду право давать уже от своего имени примера, пожалуйста. Пример, известный нам очень четко, от книги Рут, из книги Рут, про обычаи брать в жены жену умершего брата, если она осталась бездетной. Называется, как это называется, левятный брат, да? Ебум. Ебум на иврите, нет, на иврите я знаю. А русском либератный брат, да. А либератный брат, да. Что мы видим из книги Рут? Что там этот самый брат, этот брат был с Рут. Но если мы обратим внимание, это не был Ебум из Тора. Тора взяла обычай, который есть уже в народе. Видимо, этот обычай был также у окружающих народов тоже. И ограничила его. Сказала, во-первых, это только для брата, а не для какого-то другого родственника. Во-вторых, есть при желании от этого обычая возможность выйти и в Ум, то, что называется. Мужчине не понравилось, женщине не захотело. С лица, с лица, с лица, с лица, да, прошу прощения, да. Вот тебе тапок, делаем такую вот текис, делаем такую вот, это самое... Ритуал. Ритуал, и мы разорвали эту связь, да. Но тем не менее, Тора увидела что-то, что можно поднять и присоединить к нам, к кому-то моральному действию, есть ли там какое-то моральное основу. Она берет это и присоединить опять-таки то, что мы сказали в прошлый раз. Тора не начинает с голого листа. Ее задача нет. Бум! Вот пришел Бог, и нам сказал, как себя вести. А наоборот, вытянуть нас, вырастить нас от того, что есть, наверх. Для этого мы обязаны основываться на том, что есть. И тогда эти самые, как это, клинопис нам вместо того, чтобы противоречить Торе, будет Тор, наоборот, усиливать. Обратите внимание, это общий подход Рава. Кроме того, что он, для галочки, тут написал, что это у нас недоказанное еще предположение, Рав абсолютно не входит в область науки спорить с учеными, с научной точки зрения, это верно или нет. Так считает наука. Рав говорит, хорошо. Ну, во-первых, это предположение, это не 100% доказанное. А во-вторых, ученые так считают, я иду с этим и думаю, как сейчас мне с этим работать. Ни в коем случае я не влезаю в споры с научной точки зрения, это верно или нет. Это не моя ниша со всеми. Эти в Рав в Кук отличаются от многих религиозных подходов. А теперь я закончу, конечно, тем, что сказала Виктория. И что нам, именно если обратить внимание на то, что отличается от в законах Торы и в законах царя Хамураби. У царя Хамураби, то есть давайте начнем с Торы, в Торе написано, если там, так сказать, ты там выберешь соседу глаз, там, нет, не глаз, прошу прощения. Если ты там его, там, не знаю, там, побил, увечил, да, ты платишь только тебе. Но ни в коем случае, если ты его убил, денег не платить. Тора написана в этом предложении, в этом месте, как-то, она ведет полемику здесь. Текст, он очень полемистичный, он спорит. Потому что можно было это написать, вот за увечья, за увечья тебе денюжка, убил, умри сам. Да, спокойно так, не напрягает. Тора здесь напрягается, начинает спорить. Увечья, денюжка. А если убил, ни в коем случае, ни деньгу, ни, 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 ни. Потому что нельзя за душу откуп давать деньгами. Тора с чем-то спорит. С чем-то спорит. Тора спорит здесь именно с законами Хамураби, которые говорят, если ты убил человека, то ты умрешь. Но если у тебя есть достаточно денег, то выплати очень много денег и откупись. Да, то есть мы видим здесь именно уже полемику, которую Тора ведет с более ранним и более древним законами царя Хамураби. И это как раз очень хорошо идет к тому, что мы сегодня выучили от Равкука. Поэтому большое спасибо Торе. И теперь я остановлюсь и дам всем возможность высказаться по поводу того, что мы сейчас выучили. Выучили, я буду очень рад услышать. То есть для меня, когда я это увидел, это было просто что-то с чем-то. Очень-очень интересно. И вот такой вот подход. Как бы это подход Рава ко многим проблемам вообще. Вот по поводу библейской критики и так далее. Но вот здесь вот конкретно по поводу проблемы, которая у нас была с законами Хамураби. Рава ее разрешает так. И наоборот, то, что она датирована раньше Торы, у нас получается, что это даже нам хорошо. И более того, после такого объяснения Рава у нас Тора стоит крепче. Так, спасибо за внимание. Теперь кто что хочет нам какое-то дать пояснение, какое-то понимание свое, что-то такое. Пожалуйста, я буду очень радовать. Нет идей больше? Все? Всем все хорошо ли было? Если никто ничего не хочет сказать? Если никто ничего не хочет сказать больше? Если вы не против, я еще могла несколько примеров из законов Хамураби. Если вы не против. Да, да, Хамураби, да. То есть есть похожесть, но есть кардинальная разница, например, в отношении Рава. Наши законы, говорят, встречаются скачать беглых рабов. А законы Хамураби обязаны скачать беглых рабов, и рабам этим ухо. То есть похоже на закон раба, который не хочет уходить от своего хозяина, которому прокалывают ухо. То есть, как в том анекдоте, правда, Рабинович выиграли в волну лотерею, а он говорит, да, правда, только не в волну, а с рублением лотерею, выкарался, не выиграл, а проиграл. То есть ухо понятно, потому что ухо – это заметный такой элемент. Все видят, что у тебя ухо отроглено. Это связано с рабством. А у нас все наоборот. Все видят, что у тебя проколото ухо, и так же столько не отрогано. Это значит, что ты, враг, такой не захотел уйти в свободу, как ты... Ну, не важно, как говорят в комментариях. Один из примеров. Видишь, что много примеров, что там все не так. Пример там. Вас немножко плохо слышно, из того, что я понял, как бы, мне кажется, это идет хорошо к тому, что мы сказали. То рассмотрим, что есть, что из этого можно немножко подкорректировать и утащить к себе. Вообще, говоря, мне кажется, есть, я не уверена, но мне кажется, здесь лежит некоторая идея, что в основе своей человеческой природе положено какое-то понимание о том, как надо. Но оно или исправилось, или не было понято до конца. Поэтому какие-то обычаи, они возникли, они далеки очень от идеала, но их исправляют, можно к этому идеалу прицелить. Да, я абсолютно согласен. Нахама сказал, если это было плохо слышно, что есть в этом какое-то подспудное предположение, что в основе человека есть заложено какое-то правильное отношение к природе, к миру и ко всему. Но здесь я, конечно, обязан добавить, а также одновременно, назовем это добрым началом, а также одновременно человек внутри сидит очень серьезный и сильный зверь, что называется злое начало, и он может нагадить очень тоже сильно. Но, тем не менее, безусловно, внутри человека также сидит очень сильно и хорошее начало, и есть понимание, как правильно, оно тоже внутри. Да, безусловно. Большое спасибо, Нахама. Кто-то еще хочет что-то заметить нам? Я хочу сказать... Ой, ой, все-все, говорите, пожалуйста. Давайте Ширель, потом Виктория. Хорошо, я прошу прощения. Мне кажется, это две такие разные линии, получается, если я правильно понимаю то, что сказала Нахама. То есть, с одной стороны, у человека есть какое-то внутреннее свое понимание того, что правильно, и отсюда могут произрастать эти законы. Правильно я понимаю? А с другой стороны, у нас Раф говорит, что это, возможно, было когда-то получено по традиции от пророков еврейских, более ранних. Не еврейских. Или я совсем запуталась? Не еврейских. Не еврейских. Не еврейских, а протоеврейских. Извиняюсь, доеврейских. Да, да, да. Прото-еврейских. Прото-человеческих это уже, да? Прото-человеческих, да. Шем, в Эвер, Метушелах. Как бы это... Это общечеловеческие... Вы все очень хорошо опять понимаете мою любимую тему. Где корень морали? Внутри человека или от Бога? Мы эту тему постоянно трогаем. Мы постоянно... Да и то, что я говорю, как-то они где, а в напряжении между темой. Есть и оттуда, есть и отсюда. Есть у нас постоянное напряжение. Это очень хороший вопрос. И мы его... И здесь действительно... Да давайте так. Тоже сказал Нехама, что вроде бы кажется, что у человека... Хороший начало идет с этим. В нашем тексте, который мы сейчас изучали, про это нет ни намека. А что есть? Что то вот, как бы, что откуда вот это хоро... Но это абсолютно, может быть, верно, да? Но в нашем тексте этого нет. Что в нашем тексте есть? В нашем тексте есть, что было влияние праведников, которые постигли Бога, да? То есть это было все-таки сверху. Это было от Бога. Это пришло. И что-то от этого осталось. Что-то потом исказилось. Или не дошло правильно. Или дошло как-то. После... Но это осталось уже у людей. И получилось свое отражение. Допустим, в законах царя Хамураби, который сам по себе не обязан был быть праведником. Но вообще законы государства, да? Это вообще-то говоря уже хороший шаг в сторону морали. А я допустим, спецанархия здесь не очень, да? Один другого есть. И законы не просто так. Часть этих законов имеет какое-то моральное обоснование, да? И, соответственно, потом получили Тору. И оказалось, что часть законов о ней похожи. Вот. Дашире, продолжайте. Я уже как бы забыла, что я хотела сказать. Ну, то есть это два потока. Может быть, даже они как-то между собой взаимодействуют. И, может быть, это вот пророчество, оно приходит именно тогда, когда есть уже какой-то внутренний запрос у человечества. И какая-то готовность, даже не только у конкретного человека, пророка, а готовность у человечества, в принципе, что-то воспринять из этой, ну, как это сказать, из какого-то этого высшего порядка, скажем так. Отлично, отлично, да? Отлично. Спасибо большое, Ширейль. Но я хочу как бы вернуться. Основная наша идея на сегодня, что вещи, похожие на те, которые мы видим в Торе, паравкуку мы их ожидаем увидеть и найти в поколениях предшествующих получения Торы. Они, наоборот, очень удивлены, говорят, а, как это так, не может быть ничего похожего Тора, вот она, вот такая наша святая. Конечно, она наша святая, но паравкуку мы ожидаем увидеть законы, похожие на законы Торы. Торы мы получили с неба, у нас были пророки, безусловно, до Авраама, нашего прадца, и, соответственно, законы, которые они должны были оставить человечеству, мы ожидаем, что хотя бы в чем-то бы они были похожи на те, которые в Торе. Понятно, что не все и не везде, и я здесь замечу, конечно, что то, что ставили пророки всему человечеству, это не законы, которые евреи получили в Торе, потому что законы только для евреев, да? Но, тем не менее, то, что нас учили с Раф, что наши ожидания, оно противоположное, что мы именно ожидаем, чтобы до Торы у нас были похожие законы. Большое спасибо, Ширейль. Теперь, да, Виктория, вы хотели что-то, видите, как вы в самом начале... Да, я хотела и как раз о дурном начале. Я, знаете, к какому выводу пришла, вот сначала как Рава Куклу учу, что тут дурное начало в подходе к любой идее, к любому новому, не искать недостаток, а искать положительное. Для меня в иудаизме это главное отличие. То есть зачем трепать себе нервы, раздражаться, что это похоже, истерить, зачем? Вы возьмите хорошее просто, посмотрите, я не понимаю. Вот у меня вот так вот, и вот именно за это, и вот это вот Рав Кук, он демонстрирует мне это во всем. Это базовый подход, вот это разность с другими религиями подхода человеческого. Просто вот манера дергать себя из-за глупостей, это вот вообще не еврейское. Отлично, хорошо. Хорошо. Кто-то еще хочет как-то отнестись к тому, что мы выучили сегодня, я извиняюсь, я действительно извиняюсь и за опоздание, и за то, что, наверное, последнее предложение даже два тут не перевел, а их токарский тут напел, но вы меня простите, надеюсь, что в следующем разу будет лучше. Вот, просто по всем фронтам тут немножко битый, но мне очень важны наши уроки, поэтому я не сдаюсь, сдаваться не собираюсь, мы их обязательно будем продолжать. Вот, тогда хорошо. Давайте последнее китайское предложение. Если кто-то хочет сказать еще чего-то, то давайте, если нет, то тогда мы, к великому сожалению, будем уже прощаться. Спасибо большое. Хорошо, спасибо всем. До свидания. До следующей встречи всего ночного. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо огромное. До свидания. До свидания. До свидания.